Считайте, что один дома не воин? Тогда представьте себе, что может сделать шестилетний Влад, если вдруг мама оставит его дома самого. Чтобы ничего не случилось, перед уходом не лишним будет проверить стратегические пункты. Окна закрыты, плиту отключить, на розетке поставить заглушки, опасные и ценные предметы спрятать в недоступное для малыша место. Поэтому с 3-4 лет мы можем на 5-20 минут оставлять ребеночка самого, например, сбегать в магазин и сказать, ты большой, обязательно нужно произносить эту фразу, ты умный, ты замечательный, ты у меня вообще уже очень-очень взрослый ребенок, мальчик или девочка, и мама пойдет в магазин, а ты справишься один, я верю в тебя, да? То есть ты поиграешь, ты там чем-то займешься, и у тебя получится. Главная задача любого родителя – подготовить ребенка к жизни, где ему почти все придется делать самому. Важно понять, один дома – это не испытание, это тренировка. Научите малыша организовывать перекус самостоятельно. Оставьте напитки и еду, например, на столе. Пусть ребенок попробует воспользоваться микроволновкой. Сначала под присмотром мамы, а потом самостоятельно. Научите ребенка в случае надобности звонить вам или родным. Большинство малышей с легкостью запоминают цифры или осваивают кнопки быстрого набора. Вот кнопочка «Набор». Нажимаешь сюда, потом нажимаешь на единичку и будешь звонить маме. Обязательно выпишите телефоны экстренных служб. Объясните, что туда следует звонить только в чрезвычайных и опасных ситуациях. Естественно, темперамент ребенка имеет огромное значение, да, и его страхи, которые, возможно, он уже нанизал на себя до этого возраста, до 3-4 лет, да. И есть дети, которые остаются самостоятельно легко, а есть, которые достаточно сложно. И, естественно, уделять внимание тем, кто сложно остается, нужно больше. И тренировать его в этом направлении нужно. Нельзя говорить, что «Ой, мой ребенок всего боится, поэтому я его оставлять не буду». Его нужно просто заранее, немножко дольше к этому готовить. Поначалу оставляйте ребенка не более чем на 5 минут. Если малыш спокойно переносит разлуку, время понемногу можно увеличивать. Дошкольник может пробыть дома сам не более двух часов. С, скажем так, 6-7 лет, когда это уже социальная личность, когда он уже выходит в школу, и он должен там находиться сам, и он должен сам делать уроки. И если он сам не может доехать на маршрутке, да, или дойти, там, в соседнем дворе находится школа, то, соответственно, вот эта стадия развития самостоятельности была нарушена. Была нарушена кем? Родителями. То есть родители свои страхи взяли и переориентировали на ребенка. Ребенку следует прививать принципы безопасного поведения на улице. Конечно же, любые правила хочется нарушать. Именно поэтому, запрещая, объясняйте, почему нельзя, например, лазать на высокие деревья, заходить за ограду или выбегать на дорогу. Для начала родителям нужно понять, а легко ли им жить со своими страхами. Если им легко, и они их же передают ребенку и хотят, чтобы он был таким же, ну супер. Если они понимают, что им, в принципе, достаточно сложно, да, взаимодействовать где-то там с людьми, по работе, где-то там, да, происходят какие-то ситуации, где они, ну, находятся в состоянии паники, то я думаю, что они должны у собственного ребенка сформировать такие качества, да, ну, прямо противоположные. Составьте вместе с ребенком карту, где отметьте запретные зоны и разрешенные. Потом предложите ему провести для вас экскурсию по этой карте. Таким образом вы поймете, усвоил ли малыш урок или нет. Затем объясните, с кем на улице можно общаться, кому стоит доверять. Обратите внимание, что незнакомцам следует отвечать решительно и коротко. Например, «Извините, не знаю». Отдельное внимание уделите правилам дорожного движения. Элементарные пункты ребенок должен знать на зубок. Гозячая, кипяток! И еще помните, процесс обучения должен проходить без запугивания, поэтапно и с совместным разбором впечатлений.